приветствую вас дорогие братья сестры приветствую всех тех кто слушает нас сегодня мы с вами в очередной раз проведем нашу субботнюю школу но уже как я вижу в этом помещении они хотя честно говоря там по моему было более комфортно в том плане что деревья окружение более чувствуешь себя как будто находится на лоне природы между прочим интересно мой брат всегда как когда мы там записываем или проводим говорит слушай это что церковь у вас где вы находитесь в лесу или не могу понять это очень нравится вот эта вся атмосфера встановка вашей церкви сегодня у нас как называется тема кто помнит другие уроки до нашего учителя если я когда вот анализировал вот это заглавие другие уроки может конечно сложиться такое впечатление как будто все остальные уроки мы с вами уже освоили а теперь другие как бы берем дополнительные уроки чтобы понять но мы сегодня ограничимся с вами вот обсуждением немаловажной вот такой темы об отношениях вот нашего учителя нашего господа и человека который совершает тот или иной неправильный поступок или одним словом мы говорим это грех вот отношение бога вот к человеку который грешит скажите вот хочу задать вам вот такой вопрос и мы будем помнить что у нас не проповедь а субботняя школа поэтому мы ожидаем вашего активного участия вот скажите вот с перспективы бога вот со стороны бога что важнее глубина нашего падения или глубина нашего раскаяния я имею ввиду чтобы вопрос решился со стороны бога вот глубина падения или глубина раскаяния пожалуйста ну давайте не просто так или так а постараемся тогда раскрыть еще скобки почему расстояние необходимо в том случае если есть падение если нет падения как бы и расстояние тоже понятно что расстояние как результат уже того что произошло я думаю что для бога наверное все играет все имеет значение в жизни у бога как бы в жизни у человека нет ничего такого что не имело бы значения для бога поэтому конечно глубина падения это как бы он говорил он больше был должен поэтому ему больше простилась простилась да вот поэтому я думаю что это очень взаимосвязанные понятия они неразделимы как бы хорошо спасибо пожалуйста участвуйте пожалуйста пожалуйста а 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 м а И это очень важным является. То есть, то, о чем ты говоришь, глубина раскаяния, мне кажется, это более важным является. Что тогда, вне зависимости от того, каким является грех, мы просто это не делаем. Спасибо. Спасибо большое. Вот я сейчас вспоминаю. Я просто не понял вопросов. Вопросы. Для того, чтобы Бог решил проблему. Вот с перспективы Бога, с перспективы человека, что важно для Бога, что Он ожидает больше. Вот когда человек, глубина падения решает вопрос, или глубина раскаяния, чтобы решился вот этот вопрос. Мне кажется, вообще Бог не решает глубину падения. Глубину падения мы решаем, но если человек, ладно, я как-то по-другому скажу. Вот пал человек, сильно пал. Есть для него шанс? Шанс всегда есть. Шанс есть. От чего зависит вот этот шанс? А я думаю, уже братья очень, так дословно ответили, наверное, от нашего осознания, от нашего раскаяния, и, конечно же, Божья любовь. Да. То есть мы понимаем, да, вот глубина осознания, глубина раскаяния, вот она решает все вопросы и все проблемы. И когда мы с вами исследуем, вы помните притчу о сыне, двух сыновях, да, который, уж у блудной сын, который вернулся. Вот обратите внимание, в притче ничего не сказано, как далеко он ушел от отцовского дома. Да, там написано, что он питался уже там свиньями, как глубоко он упал, что он делал. Но на чем акцент вот в этой притче? На осознании, на том, что он решил вернуться. Что он пришел в себя. Вы понимаете? И поэтому это очень важно. Как бы далеко бы человек не ушел, как бы глубоко он бы не впал бы в грех, если он осознает, если он глубоко раскается своим соделанным, Бог решит все вот эти проблемы. Пожалуйста. У него не может появиться желание это сделать. Именно Бог, Дух Святого, приялья его сердце, побуждает его. И он соглашается. Однозначно. Однозначно. Но я вам скажу, если человек постоянно вот так падает, 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 вы понимаете, здесь тоже есть одна опасность. Человек просто может дойти до точки невозврата. Когда он уже перестанет просто-напросто отличать, что есть доброе, что есть худое. То есть он перестанет отличать свет от тьмы. Он уже привыкнет вот к такому состоянию. Для него это будет казаться уже нормой жизни. Поэтому мы должны также учитывать этот момент. Я бы хотел сегодня вместе с вами остановиться на двух библейских таких интересных эпизодах, где человек, в общем, поступает неправильно. Человек грешит против Бога. И как Бог все-таки пытается обратить вот этого человека. А скажите еще вот такой вопрос. Есть ли разница, когда человек грешит, но он не знал, что он себя грешил, потом узнает. И когда человек знает, что это неправильно, но все-таки он идет на этот шаг. А вот в обоих случаях вот какова реакция человека? Вот в первом случае, когда он не знал и узнал, вот что он чувствует, что он испытывает. Рассказание, мне кажется, в любом случае. Оно будет и во втором, и в первом. Наверное, разочарование, потому что он понимает, что это был не его выбор, и он мог как бы избежать этого. А во втором случае, это уже сознательный выбор. Ну, в обоих случаях он кается. Вот учет вот такой, что он в обоих случаях он кается. Ну, не всегда, наверное. Потому что если человек сознательно делает, ну, я вот просто приведу такой пример. Когда мне приходилось работать в детском саду, был один мальчик, очень удивительный ребенок. Он настолько искренне каялся, что он кусает детей. Ну, вот реально, вот смотрит в глаза и кусает. Конечно же, ребенок другой плачет, потому что, ну, до крови, так больно, что это же все такие детские зубы острые. И после этого, когда ты ему объясняешь, как ты мог так поступить, кому-то сделать больно, он плакал от раскаяния. И через две минуты он опять продолжал кусать детей. Понимаете, вот то же самое бывает, когда сознательный выбор человека грешит, ну, он может как бы почувствовать какое-то раскаяние. Да, я плохо сделала, но когда отворачивается, продолжает делать тоже. Поэтому я думаю, что это не раскаяние, а не знаю, может, такой образ жизни уже. К сожалению, да. Чтобы больше не покусал. Да. Вы знаете, на самом деле, когда исследуем о Священном Писании, мы видим разные реакции людей вообще бывают. Некоторые испытывают угрызение совести, стыд за то, что они все это сделали. Другие же осознают, что они сделали неправильно, но пытаются при этом себя оправдать. И бросить свою вину на обстоятельства, бросить свою вину на кого-то другого. Вот, если бы не это, если бы не то, то я бы это, в принципе, бы не сделал. Если нужда бы не заставила. То есть, видит причину где? В окружающей, какой-то вот в среде, в окружающей обстановке. То есть, как бы он говорит, я не прав, да, я сделал неправильно, но с другой стороны, Господи, я прав, потому что я не мог поступить иначе. Вот, Саул, да, мы помним, да, когда Бог говорит, что ты сделал, Господи, согрешил я пред тобою, но я боялся народа. То есть, в итоге, прав он или не прав? 50 на 50 получается, да? То есть, я как бы не прав, он говорит, я согрешил пред тобою, но я боялся народа. Интересно, это с каких пор Саул вообще боялся народа? Или когда вообще Саул спрашивал народа, народ, что ему делать и как ему поступать? Когда он заклятие, вы помните, ставил тоже, что он народ там спрашивал? Это чистое оправдание. Или случай Ахана, да, когда его уже поймали с поличным, он говорит, Господи, я согрешил и более конкретизирует. Я сделал это, сделал конкретно вот это. Но мы понимаем, что это далеко оно вот от чистого вот такого осознания или раскаяния. Сегодня в том и в другом случае Бог не принимает этого. Конечно. Потому что Ахан все-таки погиб. Да. Казалось бы, раскаяние вроде было, да, я согрешил, я увидел, мне полюбилась эта одежда и так далее. И Бог не принял. Не принял однозначно. Почему? Потому что это было просто оправдание. Да, да. Хорошо. Давайте мы рассмотрим сегодня пример вот наших прародителей. Это первые люди, потому что грех именно начался с них. Вот скажите, как вы оцените вот вообще вот в этой ситуации? Вот Адам, Ева, да, вот их грехопадение. Вот скажите, вот если задать вам такой вопрос, вообще во всей этой истории кто не прав? Адам, Ева, Змей, Бог. Кто вообще не прав вот в этой ситуации? Вот если вам бы дали вот сказать, вот кого бы вы бы осудили в первую очередь? Пожалуйста. Мне так кажется, что Змей в первую очередь, потому что вот он зачинщик греха, он автор его, он в принципе знал, знает причину греха, потому что он уже пережил в своей жизни это все и знает его последствия, потому что он был изгнат с небес за свой грех. Спасибо. То есть осуждаем змея, исследуем логики Евы. Как бы, в данном случае как бы, да, но Ева-то осуждает, ну Ева тоже змея, она его осуждает, но... Ага, пожалуйста. Я бы осудил тех, кто наделен интеллектом, тех, кто способен принимать решения, и в данном случае это Адам и Ева. Вы понимаете, вопрочем, если мы осуждаем змея, то мы с вами разделяем мнение Евы. Она тоже осудила змея. Пожалуйста. Мое мнение, что в этой ситуации рассматриваю змея был как бы тем, через что пали люди, пали наши родители, но это был их сознательный выбор. Еве захотелось высшего знания, о котором говорил змей, Адам не захотел расставаться своей возлюбленной. Оба знали прекрасно о том, что приведет, если они вкочутся этого дерева. И поэтому я ни в коем случае не возлагая винула змея, я говорю, что это был сознательный выбор Евы. Я не виню Еву, говорю, что это был сознательный выбор Адама, поэтому вывод однозначный, Адам и Ева сами виноваты в этом. Это был сознательный выбор, но хочу запишать вперед, сказать, что при этом то, что мы в свое время тоже делаем, подобные же поступки, в этом не виноваты ни Адам, ни Ева, ни змей. Не сатана, это наш собственный выбор, за которым мы действительно можем и должны каяться, и последствия за это могут быть изглажены только благодаря пролитой крови Существа Христа. Спасибо, Олег. Я не, Олег правильно отметил, я полностью разделю это мнение. Вы понимаете, если сказать, что змей, пожалуйста, Рав. Удивительная вещь, что мы всегда в жизни ищем кого-то осудить. Кто виноват? Любимый вопрос. А что Бог? Бог не осудил, Бог взял наказание на себя. Вопрос в осуждении, что мы готовы осудить или взять наказание на себя. Я не думаю, это не совсем правильно осуждать кого-то. Мы не в том положении кого-то осуждать. Наверное, лучше посмотреть на себя. Я думаю, что во всем этом Бог взял наказание на себя. Я думаю, для меня было бы такой, что что сделал Бог для нас. И Он нас учит в этом плане, должны мы людей осуждать или нет. Или, может быть, взять наказание на себя. Спасибо, Рав. На самом деле в этой истории все трое совершили осознанный и умышленный грех. Поэтому здесь говорить, кто из них прав, кто не прав, все они не правы. Но к чему я это привожу? Потому что когда и Адам, и Ева согрешили, на кого они начали сваливать свою вину? Друг на друга. Скажите, это далеко от нас сегодня? Это недалеко от нас, вы понимаете? Потому что у человека всегда первая реакция, первая реакция, это обезопасить себя. Это обезопасить себя и свалить все на других. Вот смотрите, какая-то идеальная семья была. Когда-то Адаму было нехорошо ради Евы. А когда совершился этот грех, что Адам говорит? Кто виноват в его бедах? Жена, которую ты мне дал. То есть в итоге даже Адам намекает на то, что виноватым выходит еще кто? Бог, кроме жены, потому что неудачно сотворил Еву. Понимаете? Вот это первая реакция людей. И вот смотрите. Давайте мы немного более подробнее остановимся и обратим внимание, как вообще сатана здесь работает. Вот обратите внимание на первый стих. Прочитайте, пожалуйста. Третья глава, первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в район. Вот смотрите, как он подходит к человеку, подлинно ли сказал Бог. То есть иными словами, слово Бога вообще подлинно? Можно ли доверять Божьему Слову? То есть что он делает? Он ставит под сомнение Божье Слово. Скажите, сегодня дьявол так не действует? А кто вам сказал, что все, что вы здесь читаете, все это подлинно? Вы понимаете? Вот сатана ставит под сомнение Слово Божье. А когда вы читаете пятый стих, смотрите, что он говорит. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, но знает Бог. То есть сатана говорит от имени Бога так, как будто он так хорошо знает Бога. И читает о мысли Бога, о чем сейчас Бог думает в данный момент. Вы представляете вот эту ситуацию? То есть он ставит под сомнение Слово Божье и говорит, я Бога знаю, как пять пальцев. И знаю даже, о чем он сейчас думает. А он боится конкурентов. Он боится, что вы станете, как он. И вот в результате всего этого мы видим, что согрешили и Ева, и Адам. Но обратите внимание, как все-таки Бог к ним обращается. Знал ли Бог, что они согрешили? Знал. Когда Бог появляется, является, что Он им говорит? Вот самый первый вопрос, какой был? Где ты? А что, Он не знал, где они? А зачем тогда задают такой вопрос? Вы понимаете, если ты знаешь, где Он? Важен ответ, не вопрос. А вот зачем? Чтобы Адам осознал, где Он. И Ева, чтобы осознали. Спасибо. Вот мы понимаем, если бы Господь захотел бы их осудить, Бог бы пришел и прямым текстом все это бы сделал. Но зачем задавать вот такие наводящие вопросы? Чтобы они сами сказали, что с ними произошло. В какой ситуации они сейчас находятся? И Бог вызывал их вот на этот разговор. И я помню, в Исаии даже Бог говорит, говори ты, чтобы оправдался. Потому что если я буду говорить, то ты не оправдаешься. Вот говори ты, чтобы оправдался. И вот смотрите, вот все вот эти вопросы, они нужны для того, чтобы человек осознал. А где ты? Пожалуйста. Мне такое ощущение как бы пришло от понимания этого вопроса. Бог, Он очень сострадательный, очень милосердный. И Он не как человек. Он видит человека. В этой ситуации, когда Он спросил Адам, где ты? Адам был с Евой, они были очень напуганы. Потому что с ними произошло нечто такое, чего они не ожидали и даже не имели представления, что-то такое, видеть друг друга ногами, спрятались. Они понимали, что сейчас будет что-то ну не очень хорошее. Когда наши дети творят какие-то, ну шалят в чем-то или там разобьют что-то, что первым делом они делают? Бегут и прячутся. Адам далеко от наших детей, да и нас самих, наверное, тоже далеко не пошел. Они тоже пошли и спрятались. И вот когда Бог, придя не нашел их в Эдемском саду, конечно, Он знал, что они спрятались. Но когда Бог позвал Адама, Он дал понять, как бы он очень осторожно, очень тактично и очень тонко подошел к этому вопросу. И с этим, как бы с вопросом, Адам, где ты? Он дал понять ему, что не бойся, я ищу диалога с тобой. То же самое, как мы делаем с детям. Когда мы видим, что дети прячутся, мы пытаемся с ними потихонечку заговорить, объяснить им, ну бывает ничего страшного. Ну в нормальных семьях. Конечно, бывают семьи, где просто отшлепают ребенка и будет как бы более ситуация сложная. Но в этой ситуации Бог, как добрый родитель, просто попытался успокоить Адама и Еву и взывал к их, ну, раскаянию, наверное. Спасибо. Я вам больше сказал. Вы помните, вот в третьей главе, когда написано седьмой текст, то, что они ноги. Вот это слово, еврейское слово, оно немного отличается от ноготы второй главы 25 стиха. Если во второй главе, в 25 тексте, говорится о физической ноготе, то еврейское слово, которое используется в третьем, в третьей главе, оно больше у пророков указывает на духовную ноготу, то есть на незащищенность. Вот сейчас мы дойдем до этого, но они почувствовали, что вон-то Божья защита, вон-то Божья ограда, она как бы развалилась. И они чувствуют, они ожидали, что сейчас Бог придет, как вы отметили, и что-то нехорошее их ожидает. И когда Бог говорит, где ты, как вам кажется, отвечают ли они на этот вопрос? Что они отвечают? И когда вас спрашивают, где ты, что вы должны ответить? Я здесь, в таком-то месте, по такому-то адресу. А они что говорят? Говорят, голос вы услышали и убоялись. То есть, как бы Бог о другом спрашивал, но они сказали совершенно другое. другое. То есть, они уже рассказали о том, что они испытывают. А к чему привел грех? Что они испытывали? Страх. Они не скрывают. Они говорят, мы тебя боимся. Мы убоялись. Потому что мы ожидаем, что ты пришел, вершись над нами тот суд, о котором ты сказал, что если вкусите, умрете. Но даже после этого, смотрите, что Бог говорит. Прямым ли текстом Бог опять отвечает? Кто сказал тебе, что ты наг? Откуда ты узнал, что ты наг? Ведь до этого ты не знал об этом? Откуда ты узнал? И дальше, что он говорит? Ты случайно не ел от того дерева? Как будто не знал. Как будто не знал. Вы понимаете, Бог ведет себя так, как будто не знает, что произошло, для того, чтобы побудить человека самому рассказать, что с ним произошло. И вот это есть подлинное раскаяние. Когда человек рассказывает сам, что с ним произошло и просит за это прощение. Но скажите, в случае Адама произошло это? Нет. К сожалению, нет. Я надеюсь, что позже произошло. Но не в данный момент. А в данный момент он говорит, что да, я сделал это, но жена. А жену, когда спрашивают, вы знаете, что ответ жены более такой, даже, я бы сказал, ну, искренний, чем ответ Адама. По крайней мере, Ева не сказала, что вот муж, которого ты сотворил, он тоже виноват в этом. Она не скрыла. Она сказала, что да, я неправильно сделала, но опять же, она попытала себя оправдать. Оправдывая себя, бросила вину на кого? На змея. И поэтому далее мы читаем, что? Вот этот приговор, что же с ними произошло. Но я бы хотел обратить ваше внимание здесь еще на один очень интересный, важный аспект. Вот смотрите, Адам и Ева согрешили. Адам и Ева сделали один и тот же поступок и сделали один и тот же грех. Согласны? Но Бог приходит и задает каждому из них вопрос по отдельности. Бог не пришел и сказал, вот что вы сделали. Потому что, в принципе, они сделали одно и то же. Если бы я сделал что-то другое, а кто-то бы сделал совершенно что-то другое, целесообразно каждого спрашивать по отдельности. А если мы оба делаем одно и то же, зачем спрашивать по отдельности? Как вам кажется? Спасибо. Это как раз и показывает тот факт, что Бог ожидал личного отклика, личного раскаяния, а не группового за компанию. Спасибо, Аркадий, большое. Пожалуйста, Олег. Все-таки я хотел бы акцентировать внимание на то, что они оба согрешили, Адам и Ева, но они согрешили по-разному. Так как есть 10 заповедей, допустим, и все-таки человек, который согрешает, его поступок можно ассоциировать с каким-то из этих 10. требований. По другим образом, разные, я уже об этом говорил, если просто напомнить. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...